Все мы слышали, что МВФ, по заявлению Порошенко, дал деньги Украине, и вопреки ожиданиям, нашим, например, ожиданиям, также мы уже слышали, что деньги, дескать, уже поступили на счета казначейства. На самом деле это не так. Алена, поговорим чуть позже про Юльку, сейчас я прервусь и мы поговорим. На самом деле это не так. МВФ Украине денег не давал. Речь идет только о финансовых гарантиях на определенную сумму. Что это значит? Это значит, что МВФ дал гарантии, а теперь господин Порошенко должен решать и искать, где взять кредит, используя эти самые гарантии. Что это значит? Это значит, что кредит будет взят в коммерческом банке, а не в МВФ. А это совсем иная история. Процент будет не льготный, а самый настоящий коммерческий процент. Около 10%. Вот что произошло. Сейчас МВФ дает всем банкам заработать на Украине. Рвите ее на куски. Я дал вот эти гарантии, я, МВФ, дал эти гарантии, а теперь коммерческие банки, влупите им процент, как за маму родную. И он никуда не денется. МВФ не дает, деньги ему нужны. Он возьмет любой процент. 10% только за одно то, чтобы кто-то озвучил государству 10% за кредит, надо расстреливать. Но не в положении Петра Порошенко устраивать дебош. Надо брать. И он будет брать. Потому что платить за это будет все равно Украина. А он эти деньги грамотно распихает по карманам. Вот в этом разница. Вот та самая программа Standby, она согласовывается. Но денег, как мы говорили, Украина до выборов не получит. Я хочу еще вам вот что сказать. Даже если Украина получит деньги МВФ, она тут же их переведет, МВФ тут же переведет эти деньги себе в погашение за прошлые кредиты. То есть МВФ тут же на этом заработает. Мало того, МВФ, выделяя кредиты, всегда оговаривает, что без согласования МВФ эти деньги не могут быть использованы на таких-то, таких-то или каких-то иных обстоятельствах, причинах без согласования с МВФ. То есть МВФ должен согласовать эти самые платежи. Это, кстати говоря, еще одна причина, почему не платят русским. МВФ дает кредит, но не дает разрешения погасить этим кредитом долги русским. Даже если бы Порошенко хотел это сделать, МВФ на это не согласен. Так, злые дня, добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые зрители, всем счастья и здоровья в наступившем году. Алена Народ. Юлька актриса на порядок лучше Порошенко. Вы знаете, наверное, лучше. Если прийти на кладбище, то даже самый старый дед будет выглядеть лучше всех там находящихся. Это не значит, что Юлька хороша. Юлька, вообще говоря, это отработанный материал. Это сбитый летчик, в чью сторону уже смотреть нельзя. Будет ли смотреть украинский народ в ее сторону? Это проблема украинского народа, но мы об этом еще поговорим. Не такая уж и злыдня. Да, вы правы. Хорошо, так вот, если вернуться к деньгам, к МВФ, экзаймам и прочим. Недаром Порошенко говорит про часть денег, которая еще только поступит. Вот это деньги МВФ. Но я по-прежнему настаиваю на том, что этих денег не будет. Сейчас речь идет о макрофинансовой помощи. От коммерческих банков. И это не МВФ. МВФ дал гарантии. Вот это и есть по этим гарантиям самый коммерческий кредит. Порошенко просто банально и самозабвенно врет.